Тува уникальна тем, что здесь можно организовать разные виды отдыха и туризма. Горнолыжный, пеший, горный, конный, велотуризм, экстремальный и другие. А с открытием на месте слияния истоков реки Енисей статуи Буды в регионе большую популярность набирает водный вид. Для развития водного туризма на министерство прорабатывается именно на законодательном времени, в том числе на документационном, разрешительном, лицензионном и разные документы, чтобы каждый человек мог посетить эту Буду. Непростая работа, требует определенного периода времени, чтобы получить разные разрешительные документы. Есть туроператоры, которые желают заниматься только вот этим направлением. Перевозка безопасно, организованная. Жилеты выдали, кратко технику безопасности рассказали, съездили быстренько туда и обратно. Можно еще теплоходы развить, прогулки на теплоходах, вообще туризм, в целом сплавы. Хочется бы, конечно, чтобы постоянный доступ был, дорогу бы организовать в первую очередь. А здесь, видите, рисковать каждый раз в жизни, это тоже опасно, как всякое бывает в погоде. Что еще можно? Лучше, конечно, бы мост построить. Республике нужен стабильно действующий водный маршрут, рассказывают в региональном министерстве культуры и туризма. Что-то близкое к экскурсиям или прогулкам на речном трамвайчике по Неве, как в культурной столице России, Санкт-Петербурге. Еще несколько лет назад эта идея могла бы быть невозможной для Тувы, но не сейчас. Мы уже по-другому смотрим на катерные прогулки. Теперь мы понимаем, что нам действительно нужны речные трамвайчики, нам нужен стабильно действующий маршрут водный с Центра Азии, например, даже до Алденбулака. Эта сфера тоже должна подтянуться, как и пассажиров перевозки, как и аренда транспорта. По вопросу доступности и перевозки населения к статуе Абуды в рамках развития государственной программы по развитию туризма на следующий год предусмотрено финансирование. Рассматриваются разные варианты. Канатная дорога, пеший мост, паромная переправа. То есть сейчас Министерством дорожно-транспортного строительства, совместно с Министерством культуры и туризма, просматриваются разные варианты, обсуждаются разные подходы для того, чтобы при формировании бюджета на следующий календарный год предусматривать средства на начало проработки данного вопроса, в том числе не без помощи и федеральной поддержки. Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, а также обеспечивает рост занятости населения. Айреса, Владимир Шурты, Казама, Точур, Тува, 24.